Реальность, подходящая к концу рабочей недели, что врезалась в память, стала обсуждаемым, заставила задуматься. События, факты, мнения анализируем вместе в итоговой информационной программе от редакции Репортер 73, студии Евгений Луковкин. Здравствуйте. Мир постепенно стремится к полицентризму. Участники четвертой сессии Генассамблеи УИГО, которая проходит в Ульяновске, указывают на множественные тенденции, необратимо меняющие политико-экономический облик социума. В итоге цивилизация должна прийти к безграничной среде, структуре многополярного пространства со множеством полисов, экономически, общественно и культурно связанных между собой. Готовить современные города к кардинальным изменениям можно и даже нужно уже сегодня. Выгода, о которой говорят участники, доступна всем. Строительство потенциально доходных объектов, например, не должно приносить ущерба природе. Не об этом ли спорят в последнее время в Ульяновске жители, власти и бизнес? Тем не менее, наш город далеко не последний в ранжире умных городов мира. Все эти электронные записи в поликлиниках, бесплатное приложение для смартфонов, умный транспорт и многое другое делают наш город успешнее тех, кто не идет в ногу со временем. Третий день Ульяновск в отеле Hilton Garden принимает самых креативных управленцев со всего мира. Тех, кто с помощью IT-технологий улучшает жизнь в веренных им городов и областей. Наш регион не просто принимает гостей, наш опыт интересен иностранцам, да и нам есть чему поучиться. Я искренне рад, что и наша замечательная страна Россия не находится в стороне от этого большого мирового тренда, связанная с развитием умных городов и регионов. Именно поэтому мы сделали первые основополагающие шаги и сегодня у меня есть возможность рассказать вам об этих шагах и о уникальной для нашей страны концепции умный регион. Это наша программа «Максимум». Ульяновск утвержден в звании Европейского регионального офиса организации. Члены исполнительного комитета высоко оценили пакет документов, представленный Ульяновской областью для участия в конкурсе на определение региональных офисов ВИГО. Достоинства Ульяновска в сравнении с другими городами Европы, по мнению членов комиссии, таковы. Выгодное географическое положение, большой инвестиционный потенциал, практики и инициативы, реализуемые в сфере электронного правительства в регионе. Итог. Члены исполнительного комитета единогласно одобрили открытие Европейского офиса ВИГО именно на территории Ульяновской области. В ассамблее стоило принимать участие большему количеству людей, потому что она дает очень большой толчок к развитию всем городам, кто участвует в электронно-административном движении. Наша область и сам Ульяновск неожиданно стали известны всему миру с лучшей стороны. Гостям понравилось все – погода, отель, еда, улицы, люди. Но все очень торопятся домой, чтобы поделиться услышанным, попробовать воплотить в жизнь увиденное. Я приехал, чтобы презентовать свой город и для того, чтобы поделиться своими мыслями о программе «Умных городов», так как я использую эту программу для развития своего города. Мне понравилась ассамблея. Я подчеркнул здесь много того, что буду воплощать в жизнь в Акре. Ульяновск – великолепный город. Здесь очень много людей и хорошая погода, настолько хорошая, что я могу не носить свой пиджак. Я увидел и узнал много того, что сделаю теперь в Акре. Не только управленцы стали активными участниками заседаний и сессий. Ассамблея приковала внимание крупного бизнеса, специализирующегося в сфере высоких технологий. Ведь для того, чтобы писать умные программы для гаджетов и администраций, надо быть в курсе мировых тенденций и потребностей. Я на ассамблее хотел получить новый опыт, и мне это удалось. Нашей компанией очень важна программа развития «Умных городов». Она важна для каждого, ведь в городах ныне живет более 50% населения земного шара. От качества города зависит здоровье населения, его благополучие. Кроме проблем, связанных с повышением качества управления и, как следствие, качества жизни жителей, рассматриваемых на ВИГОУ. Гости Ульяновска открывали многое, даже природные явления. В нашей стране день и ночь равны по времени, у вас все иначе. Это тоже интересный опыт, ложиться в 10 часов вечера и вставать в 4 утра с восходом солнца. Для меня необычно ваша природа, погода, но впечатления только положительные. Гости из столицы России поделились своим видением эффективного функционирования городских агломераций. Признавая, что централизация – это не всегда хорошо, москвичи открыли секреты правильного ее использования в разных сферах. Отдельная история – это транспорт, но ни один департамент правительства Москвы не имеет возможности без нашего участия разрабатывать какие-то системы, закупать какое-то оборудование. Здесь есть две причины. Первая причина – это экономия масштаба. Одно дело, когда каждая школа сама по себе закупает отдельно по 5 компьютеров, это один ценник, а другое дело, когда один контракт скупает 600 тысяч компьютеров. Это совершенно другая цена и колоссальная экономия. Поэтому в качестве рекомендации тем городам, которые начинают этот процесс, централизация – это плохо, на самом деле, в каком-то смысле. Но чтобы запуститься и сделать что-то быстро, централизация действительно нужна. Перспектива развития, обозначенной на конференции, допускает конкуренцию между городами. Однако они же сплачивают не только участников, но и весь мир. И в этом смысле наш регион стал центром дружбы народов практически всей земли. Павел Половов, Александр Кудряшов, репортер 73. На этой неделе общественная палата Ульяновской области 6-го созыва собралась на первое пленарное заседание. 60 человек – представителей общественных организаций, экспертов и профессионалов высокого уровня, готовы слышать каждого жителя региона, отвечать на острые запросы времени, оперативно реагировать на узкие и провальные места сырых законов. Прежний состав, к слову, при обсуждении знаковых нормативных актов, влияющих на жизнь ульяновцев, не боялся критиковать авторов законопроектов, не закрывал глаза на негатив, возможный и имеющийся. Это и позволило войти Ульяновской общественной палате в топ-пятерку лучших в России. А тем временем их коллега, член Всероссийской общественной палаты Елена Истягина-Елисеева, искала на ульяновской земле помощника для ответственной работы. Пару месяцев назад член Общественной палаты Российской Федерации от Ульяновской области, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева, для оптимизации и повышения качества своей работы в регионе объявила конкурс на вакансию своего помощника. Требования серьезные, должность ответственная. Для меня, как для профессионала, важен экспертный взгляд и взгляд коллеги, а не политического деятеля, который, ну, скажем, часто декларирует лозунги. Также важно для меня было умение работать с документами, потому что помощнику придется много рассматривать обращений граждан. Ульяновцы откликнулись. Неожиданно для меня было достаточно много предложений. Около 20 человек предложили свои услуги безвозмездно работать вместе в команде в ближайшие три года в Общественной палате Российской Федерации. Талантливые, амбициозные, с четкой жизненной позицией и, главное, не просто с обозначением проблем, но и с предложениями по их решению. Случайных людей здесь быть не может. Каждый из соискателей – профессионал в своей сфере. Я очень активно занимался развитием научной деятельности молодежи в Ульянской области, зная то, что одним из приоритетных направлений Елены Александровны является в первую очередь работа с молодежью. И, в принципе, я мог бы предложить уже некоторые проекты именно в этом направлении. И не только, в принципе, по науке, но и, в принципе, по развитию молодежного сектора нашего региона. Себя я вижу как человек, который будет заниматься взаимодействием с некоммерческими организациями по поводу их обеспечения доступа либо к государственным услугам, либо реализациями каких-либо других проектов. В настоящий момент просто такая ситуация в стране сложилась, что зачастую население, как таковое, в принципе, не слышит. И возможность как раз-таки через Институт общественной палаты как раз-таки донести те проблемные моменты, аспекты, которые сейчас существуют у нас в регионе, в частности, и пытаться их решить. То есть я всегда придерживаю такую позицию, что нужно не жаловаться на какие-то проблемы, а нужно как раз предлагать способы решения. После собеседования Елена Истягина-Елисеева выбрала в помощники Викторию Линник, Евгения Гузес и Станислава Саушкина, которые будут отвечать каждый за свое направление. Сейчас их документы отправлены в Москву, в общественную палату, а уже в один из следующих визитов будет выстроена работа по взаимодействию с помощниками. Владимир Гаврилов, Константин Никитин, репортер 73. Ульяновск развивается. По окраинам появляются новые современные жилые микрорайоны. Детские площадки, парковки, магазины, поликлиники, детские сады, школы – все здесь призвано сделать быть жителя интересным, красивым, комфортным. Но есть и другие окраины. Создается впечатление, что о людях, живущих там, просто забыли, и доезжают туда только почтальоны с заказными письмами от ресурсников и управляющих компаний, и журналисты нашего канала. По словам жильцов дома номер 4 по улице Мичурина в поселке Плодовый, крыша в нем течет с незапамятных времен, а не так давно стали рушиться перекрытия. Межведомственная комиссия признала дом аварийным, но снести и расселить его жильцов нельзя без некоторых документов, которые собственники и ответственные квартиросъемщики должны добыть сами. Им это не под силу, поэтому дом обошьют сайдингом и перекроят крышу. Так что со стороны фасада все будет красиво, а вот внутри… Ульяновск не Донбасс, но здесь и не нужны обстрелы, чтобы дома рушились на головы жителей. В поселке Плодовый на улице Мичурина есть здания, построенные еще в прошлом веке и по стандартам того времени. Когда строились эти двухэтажки, существовал неписанный стандарт, по которому сельские дома не нужно было снабжать водой и канализацией. На дворе второе десятилетие 21 века, а местные жители так и ходят за водой в колонку, а прочие нужды справляют во дворе, в маленьком деревянном туалете. Но это не главная проблема дома. Это вот наш дом, который находится в аварийном состоянии. Крыша обваливается, везде все течет. Полы тоже, соответственно, гниют и обваливаются. Жить здесь очень сложно, невозможно. Лестничные пролеты в аварийном состоянии. И никто чинить это не собирается. Сам дом, словно учебник по строительным проблемам, вобрал в себя все, что только можно представить и взрастил их в себе до масштабов гиперболы. Проводка, трещины в стенах, гнилые полы, перекрытия, крыша, через которую видно небо, отсутствие воды и канализации. Дом мог бы стать неплохим наглядным пособием для обучения специалистов в сфере ЖКХ. Но пока этого не произошло, обладатели столь уникального жилья попробовали сделать прописанную в законе процедуру по признанию жилья аварийным. Ведь быть раздавленным во сне собственным потолком не хочет никто. Мы обращались, нам в этом году обещали починить якобы наш дом, но только с лицевой стороны. То есть обошить его сайдингом, если, дай бог, починить крышу, и все, больше лестничные пролеты трогать не будут. Внутри ничего делать не будут. Собственников давно призывают быть ответственными за свой быт. Просит не молчать о своих проблемах, платить вовремя за потребленные услуги. Жителям этого дома в платежку включили обслуживание, не существующее с момента постройки дома канализации. Холодное и даже горячее водоснабжение. Само собой, строка обслуживания и ремонт в платежке тоже имеется. Но дом коммунальщики запустили так, что недавно там просто обрушилось перекрытие. Однако квартиру, где это произошло, не списали, а решили отдать очередникам. Машина подъехала, я тоже пришла. Куда вы идете, говорю? Вот, говорит, нам квартиру дали, говорит. Я говорю, где дали? Вот, говорит, втором этаже, восьмой, и это квартира, говорит. Ну, а дать-дать, заходите, покажу, говорю, какой квартир. А они зашли, чё-чё-чё, обморок не упал, женщина. Матереться, всё. Бежит. Она, говорит, один дом у них, наверное, гнилой. Тоже как наша. И дали вот эту квартиру кому-то ещё. Дом, по словам живущих в нём людей, строили студенты романтики из строя отрядов. Народ там был разный и уж точно не особо квалифицированный. Возможно, что те, кто его строил, теперь доктора наук, но сомнительно, что строительных. Кривая кладка, ненадёжная кровля, деревянные перекрытия и всё остальное говорит о том, что не только строители, но и проектировщики зря ели свой хлеб. Неоднократно здесь бывали пожары из-за старой электропроводки. Многие, имея право жить здесь, как хозяева, вынуждены снимать квартиры. Жить здесь страшно и неудобно. Представьте себе, жители второго этажа должны выносить ведро после того, как просто помоют посуду. Поход в туалет для инвалида – целое путешествие. А если, не дай бог, у вас маленький ребёнок, то по стерушке загонят вас в гроб. Посёлок Плодовый, улица Мичурина, 4. Дом платит за всё. Здесь берут даже за горячее водоснабжение, которого нет. Здесь нет и холодного водоснабжения, здесь нет канализации, здесь нет туалетов. Но управляющая компания смогла прибить вот такую красивую табличку. Это единственное, что красивое в доме. Сельская двухэтажка проигрывает обыкновенному деревенскому дому тем, что там коммунальный апгрейд делает хозяин по собственному усмотрению. Здесь же нужно согласие соседей. И не все на это согласны. Через них нам нужно было проводить воду, они нам не разрешили. Хотя сказали... Вот у меня вот маме 64 года, она у меня на колонку ходит за водой, выливают ведрами. То есть у вас и канализации нет? Нет, ничего нет. Ни канализации, ни воды в этом доме нет. Здесь туалет как будки. Вон на улице. А где-то общая будка есть. Да. То есть выходишь и идёшь туда? Да. Ну как в деревнях. Да нет, ничего. Павел Половов, Константин Никитин, репортер 73. Очередная экологическая катастрофа произошла в селе Муловка Меликесского района. Здесь на местном пруду с живописным названием «Красотка» начала массово гибнуть рыба. Люди обратились во все возможные инстанции. В год экологии любая несанкционированная свалка, незаконная вырубка деревьев или экологическая проблема выглядит как насмешка над теми, кто выбирал тематику новых 365 дней. За один год нормализовать экологическую ситуацию, например, в отдельно взятом регионе, невозможно. Привлечь внимание общественности – да. Поговорить, обсудить и даже, может быть, что-то сделать. Но ведь и природа не прощает ошибок, которые привык совершать человек. 25-е сегодня число. Наблюдаем вот такую картину. Утро. Всплыл урожай у Гиппократа. Чаек тьма. Выплыли товарищи на лодке. Собирают дохлую рыбу. Эти же слова подтверждала картина, увиденная на следующий день представителями правительства Ульяновской области. Причем, как выяснили журналисты, подобное происходит тут постоянно. И буквально на прошлой неделе в Муловке были специалисты регионального минсельхоза и надзорных органов. То, что касается замора рыбы, 21-го числа имелись единичные случаи. Но сегодня мы видим все-таки количество замора рыб в большом количестве. Надо сказать, что предприятие Гиппократ проверяется периодически в поле зрения надзорных органов. Не так давно проверяла предохранная прокуратура. Были выявлены нарушения, за которые предприятие принесло соответствующее наказание. Сейчас взяты пробы воды и образцы ткани погибшей рыбы, чтобы выяснить причину произошедшего. Кстати, как отметил Амир Галиуддинов, подобное случалось здесь и ранее. Правда, ответ чиновника не удовлетворил местных жителей. Завод был оштрафован, директор был оштрафован на 10 тысяч, и завод был оштрафован на 80 тысяч. Скажите мне, пожалуйста, для такого производства существенный ли такой урон? Могут ли они за такую сумму бросить, травить нас? Нет, нет. И две недели уже мы видим вот такой результат их работы. Причины замора рыб установят лабораторным путем. На основании этого мы передадим материалы в прокуратуру предохранную, чтобы вынести соответствующее решение. Если подтвердится вина Гиппократа, то есть предприятие, если будет доказано, то есть, естественно, есть такое понятие длящиеся правонарушения. Я думаю, юридическое лицо и должностное лицо понесут наказание. Несколько позже к этому стихийному сходу у жителей Муловки присоединился председатель правительства Ленинской области Александр Смекалин. У нас три проблемы здесь, понимаете. Вот это вот пруд, да, куда они сливают производственные воды. Пруд в Менгулевской части, где забирают родниковую воду, там установили мощные насосы. И котлованы, куда сливается непосредственно барда. Три вопроса. Они открыты уже 10 лет. 10 лет в Пурсе. Как бы вся экологическая служба у нас в Меликевском районе никаких действий не принимается. В первую очередь, заявил премьер-министр областного правительства, мы проанализируем ситуацию и в части сброса в пруд воды, и в части соответствия утилизации отходов производства норм экологического законодательства. В течение двух суток вся информация будет представлена, после чего можно будет сделать необходимые выводы и вести переговоры с руководством завода. На сегодняшний день речь о закрытии предприятия, где работает порядка 100 местных жителей, не ведется. Закрыть завод всегда легче, чем открыть новый. Но любое производство должно соответствовать установленным экологическим стандартам. И именно в этом русле мы будем вести диалог с руководством предприятия, отметил руководитель регионального кабинета министров. Алексей Матюнин, репортер 73. В продолжении темы экологии. Детки кремлевской елки. К такому необычному всероссийскому экологическому проекту в числе первых присоединилась Ульяновская область. Экологическими активистами были собраны семена из шишек кремлевской елки, которые планируется вырастить и высадить на территории всех субъектов Российской Федерации. А часть выращенных елей вернуть в Москву для закладки памятной кремлевской рощи. Старт проекту был дан на межрегиональном форуме экологического развития Поволжья, который прошел в Ульяновске 27 июня. Межрегиональный форум экологического развития Поволжья. Финал Поволжской экологической недели, которая стала традиционной, проводится уже в седьмой раз. На форуме подвели итоги весеннего экологического рейтинга. И по итогам первого квартала 2017-го Ульяновская область заняла пятую позицию из 85 субъектов Российской Федерации. Да, это хорошо, это хорошее. Достаточно оценка, независимая оценка деятельности региона в направлении экологичности. Но я бы предостерег и коллег, всех от того, от самоуспокоенности. Безусловно, не все еще решено, далеко не все решено. Очень много задач, еще раз повторюсь, с точки зрения защиты окружающей среды. Да, есть положительная динамика, но она недостаточна, на мой взгляд. И здесь мы должны только наращивать. Защита леса, охрана водоемов, борьба со стихийными свалками. Вопрос экологической ответственности касается как целых предприятий, организаций, так и каждого жителя в частности. Форум экологического развития стал площадкой для презентации бизнес-проектов, призванных улучшить состояние окружающей среды. Проблема обезвреживания биологических, фармацевтических и медицинских опасных отходов оказалась очень актуальной. В медицинском учреждении образуются медотходы. Отходы подразделяются на различные классы опасности, отходы А, Б, В. И они подвергаются первичное. Это обеззараживание производится, то есть медсотрудник должен поместить в раствор и потом передать, в принципе, на обеззреживание. Этого, к сожалению, не делается. В работе форума приняли участие всероссийские экологические организации, одна из которых «Зеленый патруль». Ее активисты нашли способ поощрить тех, чья деятельность не наносит вреда окружающей среде. В этот год, в год экологии, организация «Зеленый патруль» подготовила для предпринимателей, для государственных организаций, для других участников активных вообще, такой продукт, как «Зеленый сертификат». Что такое «Зеленый сертификат»? Собственно, это оценка деятельности предприятия в области сохранения природного наследия. Своими достижениями поделился и детский эколого-биологический центр. Именно здесь любовь к экологии закладывается у ребят с раннего возраста. Юные исследователи и защитники окружающей среды на своем примере показывают, как нужно относиться к природе. Екатерина Мазуряк, Александр Кудряшов, репортер 73. Все внимание детям. Понимать это выражение можно по-разному, как и по разным поводам вообще обращать внимание на проблемы, существующие вокруг воспитания подрастающего поколения, его социализации, взаимоотношений со сверстниками и родителями. Ульяновский инцидент снова подклеснул интерес к этим вопросам на всех уровнях власти, вплоть до федеральной. Заговорили о том и в обществе. Повод – громкая поимка несовершеннолетнего сбежавшего из социально-революционного центра. Причина для побега оглашалась в описании к видео, размещенного в открытом доступе. Якобы ребенок подвергается физическому насилию со стороны персонала учреждения. Я не куда не пойду! Я не куда не пойду! Кадры, вновь выведшие Ульяновск в рейтинг федеральных телеканалов. Со стороны – совершенно дикая история. Двое мужчин удерживают мальчика от силы лет десяти. Вокруг – жители дома, во дворе которого разворачивается действие. Эмоции выплескиваются через край, страсти накаляются. Этот маленький ребенок замучил нас бегать, а мы за ним бегаем. А вы бьете его? Это служба, такая работа! Я не служба, это пьяница! Я выбежала, два мужика, один такой, один. Смотрю ребенка, они вот так его скрутили. Это ужас был. Ужас. Ну тут весь народ у нас бежал, мы стали тут ругаться, все это. А они, как мы, он из детдома убежал. То, что сперва показалось киднеппингом, то есть похищением ребенка, на деле оказалось попыткой сотрудников реабилитационного центра вернуть на определенное законом место своего подопечного. Мать мальчика лишена родительских прав, неоднократно задерживалась в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие материалы есть и в полиции, и у органов опеки. С 2016-го, если верить ее словам, спиртного не употребляет, пытается вернуть сына в семью. Я уже два суда проиграла, то есть с этой Соколовой бороться, ну невозможно. То есть я сейчас уже, как бы, ну до Москвы дошла. То есть вот это видел, он вчера убежал. И соседи свидетели, то есть вы можете опросить всех соседей. Его заламы были, у него, наверное, руки синие сейчас. Ирина Соколова директор открытого дома. Так называется этот социально-реабилитационный центр. В своих правах уверена на все сто. В действиях своих сотрудников тоже. Вы видите, ребенок истерит. Сидит он на руках у нашего педагога-психолога. Это наш сотрудник, который в этот момент еще и пытался ребенка каким-то образом успокоить. Вот. Плюс ко всему прочему, конечно, чтобы не допустить дальнейшего его, так скажем, движения куда-то в сторону, потому что он мог дальше побежать. Ну, он сбежать мог, да. Его все равно вернуть же в учреждение необходимо было. Но вот он просто сидел на коленях. Нас окружили, не дают пройти к машине, не давали. Вот. Я мальчика, конечно, посадил на колени, там видно на видео. Вот. Я пытался его, ну, пытался успокоить, потому что он кричит. Вот. Ну, там еще жильцы тоже нагнетали обстановку, сами кричат. И ребенку от этого еще хуже становилось, потому что он вообще начал истерить. В правомощности действий сотрудников сегодня разбираются следователи. Региональный следком заинтересовался не только историями с побегами несовершеннолетнего подопечного центра. Мальчик уходит от воспитателей уже во второй раз. Но и отношения внутри коллектива прежде всего к воспитанникам. Одной из первых, разбираясь в этой запутанной истории, следователи опросили мать ребенка. Женщина пояснила со слов сына, что находясь в реабилитационном учреждении, в отношении него применялось насилие. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Опрошенный персонал детского дома, воспитанники, назначены необходимые судебно-медицинские исследования. На сегодняшний день Министерство здравоохранения, органы опеки, психологи, все проводятся проверки по факту того, что ребенок самовольно ушел из учреждения. Традиционно, как это бывает в таких случаях, проверку проводят все ответственные инстанции. Если в ходе нее вскроются какие-либо порочащие или нелицеприятные факты, это станет причиной пристального внимания к их фигурантам компетентных органов. Но Ирина Соколова уверена, такого не произойдет. Что же касается инцидента, инициировавшего предание этой истории широкой огласки, директор Центра с пониманием относится к естественной человеческой реакции людей. Но реакцию жильцов можно понять. И даже спасибо, даже можно сказать спасибо, что в общем-то есть такие люди. Другой бы посидел дома, но орет себе там кто-то, и пусть орет. Реакция жильцов, в общем-то, вполне понятна. Окончательную точку в этой истории ставить пока рано. Взрослые участники конфликта, мать мальчика и руководство Центра, хоть и находятся на взвинченных эмоциях, стараются все-таки оперировать фактами, истолковывая их каждый по-своему, а апеллировать к букве и духу закона. Открытый дом – один из сотен аналогичных центров по всей стране. И это в конечном итоге не тюрьма и не колония. Дети не обязаны находиться здесь всю свою жизнь. Вариант вернуть ребенка возможен при соблюдении всех установленных законам нормативов и процедур. Евгений Луковкин, репортера 73. Левушкино студио. Стиль, актуальность, креатив. Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства. Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день или запоминающийся для торжественных событий. Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек. Тематические дни для любимых клиентов. В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь. Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки, а также моделирование и окрашивание бровей, маникюр. Левушкино студио меняет образ и дарит радость. Улица Пушкинская, 4А, телефон 70-09-49. Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшие системы очистки и подогрева воды, а также лояльные цены. Все это бассейн «Буревестник». Шесть 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек. На базе комплекса действует массажный кабинет, где сеансы проводят одни из лучших специалистов города. Массаж оказывает пользу для нервной, сердечно-сосудистой и лимфатической систем, улучшает кровоснабжение, укрепляет опорно-двигательную систему. Телефон для справок 4402-85. «Буревестник». Быть первым, быть лучшим. И в завершении важная информация от «Репортера 73». Запомните телефон рекламного отдела 304173. Здесь есть все – от рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 304173 и вы в эфире. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok